А если она не согласится, тогда мы засунем ей краковскую колбасу в рот и скушать не дадим. Мы будем пытать, пока она не даст своё согласие, чтоб всё было добровольное. Привет, Орлы! И Чистовик вернулся. Вообще, Никопара лайки собрала, и Миша, мой любимец, мой Орёл, который модифицировал Никопару и сделал её достойной нас, Орлов. В общем, вместо Никопара я решил начать сегодня с Чистовика, потому что Чистовик, ребят, Чистовик, я соскучился по нему. К тому же у модов всего 3 дня, и это причина, по которой я в Булки Кефир Рок-н-Ролл не иду играть, потому что Булки Кефир это охрененно длинный мод, а этот мод, он интересный, он вам нравится, мне он нравится. И в нём пока что 3 дня, мы на дне номер 2, то есть, ну, как бы, мы за 2 серии, скорее всего, пройдём, учитывая длину дней здесь, так что, ну, вы пони. В общем, прохладно, приступаем дальше. И теперь телевизор работает и показывает какую-то рекламу какого-то миллиона, чёрт возьми. Удобный заказ телефона, слушай, это страшный ноут какой-то, я не хочу такое. А мы тогда почку вырежем. Она настолько стеснительная? Ну, она предпочитает книги на людях, почти не светится. Я, кстати, не помню даже, на чём закончилась предыдущая, если что, плейлист Чистовика уже в описании, я думаю, ну, может, на несколько серий растянулся, поэтому плейлист уже там. О, а ведь мы тоже любим читать. Да, у нас в школе литературный кружок, мы его основатели и участники. Вы вчетвером? И-то подозрительно. Пока что, да, может быть, Лену с собой заберём, когда смена закончится. Лену, шутить изволите, это хорошо. Ладно, в таком случае, Мику, ты поговоришь с Леной, вы же в одном домике живёте. Намекни ей как-нибудь. А это ты откуда знаешь? Я ещё вчера обошёл весело, не видел вас вместе. Моник, а как вы собираетесь переводить песню на русс-российскомову великую? Ох, наверное, сначала смысл песни нужно передать в английском варианте, а дальше ты поможешь. Я? Ну, а кто? Действительно, на мне же свет клинан, даже сейчас. Дверь распахнулась и в клуб влетела Алиса Пиписа. Ого, сколько вас тут, все записываться пришли? Нет, мы тут плюшками балуемся. Поделитесь? Понимаешь, ты долго шла, а компания здесь большая. А когда найдёшь ещё? Найдём ещё, обязательно поделимся. Она, по поводу, рофл не поняла, так как Карлсон ещё не популярен. А там идёт мой влог. Да, вы, наверное, смотрели вот это? Вы думали, что всё, Евген кинул всех, да? Я не могу вас скинуть, ребят, я же сам люблю новеллы. И смысл видео вообще был в том, что... Просто изначально я хотел рассказать о том, что... Ну, когда я перестану снимать новеллы, почему я вот снимаю именно их так много, а не что-то ещё. Вкратце, потому что ничего лучше новеллы я пока что, ну, не нахожу. Просто новинки и всякие такие игры, они типа норм, но всё-таки это не то. Они не зажигают моего орла так, как раньше. Ну, анимешные игры зажигают, но их мало. Ну, то есть, вы знаете, хоть одну хорошую анимешную игру? Новую. Помимо Jump Force. Я нет. Кстати, в пятницу ещё One Piece новый выйдет. Это вот я думал его попробовать, потому что, может быть, он неплох. Но это всё может быть. То есть, он может быть неплох. Попробовать это я 100%. Понимаешь, ты долго шла так, а это уже было. Ловлю на слове. Алиса, ты уже познакомилась с девочками? Не успела. Привет, меня зовут Алиса, пипица. Ты тоже знаешь English? Не ты один, у нас все знают. Бастой, а почему она не переводит? Вот вам и железный знак. Почему она не переводит? Да в Советском Союзе все, ну, учили английский, чтобы прям знать его. Это, конечно, дело другое. Но учили все. Ну, по крайней мере, после войны, по-моему, Второй мировой, все учили. Я не помню точно, я просто знаю, что мои родители учили. Привет, меня зовут Моника, это Нацуки, Сайори и Юрия. Что-то мы тут порядочно подзадержались. Девчонки обменялись приветствиями, и я предложил прогуляться в другие места. Хорошо, тогда жду вас завтра здесь. Начнем работать над песней, не так уж много времени у нас есть. Мы попрощались с Мику и Алисой и вышли на улицу. В Ухраину. Куда дальше? Мы проходили площадь, когда протрубил сигнал к ужину. Ой, а мы же не везде успели. Ты думаешь, я не смогу подделать остальные подписи? Я вообще не помню, когда последний раз их реально собирал. И вот шо, откуда-то шариковой ручкой притянуло ее мне. Что ж ты сразу не сказал, что она у тебя есть? Могли бы везде заниматься чем-нибудь поинтереснее. А по-моему, все и так отлично. Сэм, ставь подписи, кушать-то хочется. Свободных мест столовой практически не было, тем более целого столика для нас. Нужно было бронировать заранее по телефону. Восемь восемьсот пять 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 три пять три пять. Проще забронировать столик, чем потом лолей выгонять. Все по отдельности приткнулись, куда смогли. И да, сока сегодня нет. Ну нету сока. Есть актив, кстати. Давайте немножко актива. Актив. Пятьсот лайков, следующее видео выходит быстрее. Давайте так. Пятьсот лайков, следующее видео выходит быстрее. А я не помню, сколько у этого мода дней? Два или три? Если три, то хорошо. Если два, то, возможно, это последняя серия. Учитывая, что уже типа ужин, вечер, все дела. И кофе пью за вас, ребят, мужской. Кофе фор геймен. Фу, господи. Нет, это не для геймена, это для настоящих гетеросексуалов. Все по отдельности приткнулись, куда смогли. Мне досталось место рядом со Славей. Эй, я хотел с этими другими девочками. Ну ладно. Ну что, обошли лагерь? Да, кажется, многие нашли себе занятие. А ты сам. Кажется, я хуй сосам. Славя заметно расстроилась, потому что, ну, она думала, что я нормальный. А я оказался... Хей! Выражение лица не изменилось совсем. Но в целом разговор сошел на нет. Господи, я такой сексуальный. Посмотрите, я так классно выгляжу на телевизоре. Так странно. На самом деле смотреть на самого себя. То есть это чертова матрица. Еще бы я телевизор включил, и на этом телевизоре шел другой мой влог. В следующий раз так сделаю, будет чертова матрица. Славя заметно расстроилась. Выражение лица не изменилось совсем. Но в целом разговор сошел на нет. Я быстро кончил на тарелку гречки и вышел на крыльцо почесать свое яйцо. Быстро не поужинали. Сэм, мы пойдем, наверное, к себе. Обсудим наши кружки. Отдохнем немного. А дни побыть хотят, значит. Что ж, я тогда развеюсь немножко перед сном. Доброго вечера вам, дамы. Увидимся. Что могло пойти не так? Сзади подошел электроник. Так, твою мать, я всегда знал, что этот засранец подойдет сзади рано или поздно. Ну да, как же без тебя-то. Семен, в карты пойдешь играть? Знаешь что? Настроение? Нема. Я пойду лучше съезжу в Украину. Как знаешь, увидимся. Электроник вернулся в столовую. Я направился в Дошик. Что могло пойти не так? Вожатой не было. Я подошел к столу и заметил книжную полку. Взяв с нее самую верхнюю книгу, я разулся и лег на кровать приласкать питона. Я перевернул питона и прочитал аннотацию. Должны ли никчемные бездельники существовать за счет энергичных волевых предпринимателей? Может ли устоять целая страна, когда толпы нахлебников желают существовать за счет чужого труда и обосновывают для этого целую систему взглядов? С этими вопросами сталкиваются главные герои романа «Стальной король». Хэнк Риарден и вице-президент железнодорожной компании Дагни Таггерт. Мне очень интересна эта тема, я согласен. Мне вот этим коммунизм не нравится, что как бы в теории, в теории, на практике это не так работает. Те, кто, ну как бы все работают по-разному, но получают одинаково. То есть вот ты больше наработал, но ты должен, если ты наработал там сверхурочно, ты должен это отдать другим. Тогда, как бы, потому что распределение, типа честное распределение доходов и там вообще всяких преимуществ. Как бы, понимаете, там вопрос, мотивация какая-то, то есть почему я должен работать, чтобы кто-то за меня что-то получил. И вся система тут уже начинает разваливаться. А тем временем правительство пытается задушить бизнес, общество погружается в апатию и хаос, промышленность приходит в упадок. Есть ли выход из этой ситуации? Кто такой загадочный Джон Болт? Джон Голт. Я думал, Джон Болт от слова, ну типа Болт у него в штанах. Что-то очень знакомое. Я открыл книгу на середине. Есть удовольствие одного покупателя страданием другого. Лучше совсем отказаться от сделки. Когда один выигрывает, а другой проигрывает, это не сделка, а мошенничество. Ты же не поступаешь так в делах, Хэнх, не поступай так и в личной жизни. Ох, ничего себе, что читает наша вожата. Интересно, где только достало. Кажется, в это время за такую литературу и посадить могут. Ну да, спаривание коммунизма, о май га. Я еще немного полистал страницы. В конце концов, глаза стали слепаться, и я провалился в сон. День третий. Пожалуйста, пусть он будет. Игра. Снилось, какая ты. Ты смотри, автор мода, молодец. Снилось, какая-то дыч. Чей-то дом. Что могло пойти не так? Ууу, это дом Сайорки. Образы мелькали, сменяя друг друга. Как орлы, летящие по небу. Школьный кабинет. Лужа крови на полу. Это Юрия. Она была мертва, но, видимо, возродилась в Савенке. Я проснулся от непривычного шума. Первое, что я увидел, открыв глаза, был будильник, которым стал мой мобильник. На стрелках было без 12,7. По окну домик убили струи ливня. Поведение погоды теперь тоже вызывало удивление. Че, а ливня никогда не было? Вожатор расчесывал волосы, намурлыкивая под нос какую-то песенку. Она пела... Я горячий мексиканец, выходи со мной на танец. Сегодня, по плану, кажется, ничего интересного. Проснулся? Вожатая заметила, что я разглядываю хмарь за окном и вздохнула. Ничего не поделаешь, дождик тоже нужен. Вот. Но вот линейку, наверное, придется... Ура! Перенести в столовую. Блядь. Ольга открывал шкаф, пошуршала и вытащила оттуда два зонта. Вот. Она прислонила один из них к моей кровати. ТАНЦЫ В МОЕЙ КРОВАТИ! Не говори мне осмотреть комнату. Собирайся. Сегодня линейку ты точно не пропустишь. Я предупрежу поваров, что приведут детей в столовую. Вожатая покинула домик, а мне пришлось поднимать орла с постели. Потому что он спал. Тащиться к умываликам, наверное, было необязательно. Я открывал окно и поставил руки под дождь. Теплый. Я поставил свою чашку на рану. Уже через несколько секунд вода полностью покрыла дно. Умывшись и почистив свои зубы, я спешно оделся. Отвыл свой рюкзак. Где-то у меня там был пустой пакетик травы. Надежно упаковав пачку сихарет, я суну ее глубоко в трусики и направился в столовую. И здесь происходит некая ошибка. Экст скверрейн. То есть тут должна быть картинка с дождем на площади, но ее нету. По улице беспорядочно бегали дети, прикрываясь от ливня руками. Листами картона и запасными вещами. Файл не находится. А почему он не находится? Пионеров с зонтами было не так уж и много. Заметив на площади спешащих японок, я помахал им рукой. С размытием. Привет, Семен, говорит видимо Моника. Давайте ко мне. Впятером под одним знатоном мы, конечно, не уместились. Не то, чтобы я боялся дождя. Пауза. Сцена. Наружа... Наружа столовой с дождем. Но в столовую я вошел промокший до нитки. Ольга расставила отряды у стены и объяснила начало линейки. Объявила. Пионеры стоят с крайне недовольными лицами. Видимо, в мокрой одежде чувствовали себя некомфортно. Сем, как думаешь, дождик закончится до вечера? Раньше в третий день он не шел. Мне начинает казаться, что это действительно моя последняя смена. А по-моему, здесь очень мило. Я даже рад, что у нас есть здесь несколько дней. Если бы ты только понимал, о чем, блин, говоришь. И как все успели заметить, на улице сегодня не разгуляешься. Вечером планировались танцы. Но теперь они под большим хуёсом. Поэтому сегодня мы можем посвятить время подготовки к конкурсу. На сегодня все, приступайте к завтраку. Черт, я надеюсь, что все-таки игра проявит себя в какой-то момент. Вот, ну наконец-то, господи. Пионеры выдохнули и ломанулись к раздаче. А где Мику? Что-то ее не видно. Я тормознул проходившую мимо вожатую. Алло, Алян, вы не видели Микулю? Мику нехорошо себя чувствует. Я перевел это Монике. Ой, как жаль, нам же над песней работать нужно. У нее вроде бы голова болит. Обычно это ненадолго. У нее, видимо, месячные, но она просто стесняется рассказать. Юри с нацистской сукой заняли столик. А мы пошли за пищей для ума. Видя вареную курицу, Моника заметно расстроилась. Мику тоже не нравится курица. Нет, сам ты не понял, просто я вегетарианка. Блин, а откуда у тебя сиськи такие? Ты капусту, что ли, ешь? Тогда твой кусочек я забираю себе. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Сайори, как всегда, в своем репертуаре. Мы вернулись за столик и приступили к завтраку. Чем сегодня планируете занять своих летучих красавцев? Я думала заниматься песней, но если Мику больная, вдруг она до вечера дома пробудет. Ох ты, там мой видос идет до сих пор, никак не кинчится. Мы можем и без нее начать. Семен нам поможет, да? Эй, а я что буду делать? С нами посидишь, чем-то ты поможешь? Вы все равно не примете мою помощь. Почему ты так думаешь, Нацуки? Ты очень талантливая. И стихи у тебя замечательные. Но я все равно не смогу рифмовать текст на русском языке. Завершена загрузка Dissidia 5. А, вам все равно этого не видно. Я просто скачал Final Fantasy Dissidia NTE, бесплатную версию в Стиме. Но чисто потестировать этого орла. Интересно, есть ли там ногти с Final Fantasy 15? Если нету, то я умываю руки. Стоп, не бегите вперед паровоз. Ольга же сказала, что у Мику болит голова. Мигре не длится вечером. Так что давайте не будем придумывать сейчас лишних проблем. В конце концов, мы еще даже вокалистку не уговорили спеть. Ты про Лену? А, интересно, Мик уже разговаривала с ней? Независимо от этого, я бы предложил поговорить с Леной и нам самим. А что, можно? Мы же с ней только один раз виделись. Даже не познакомились. Тогда найдем ее после завтрака и спросим. Пионернка это справилась с пищей. Из кухни выкатили тележку с поносом. На них лежали свежевыпеченные румяные булочки с сосиской. Дети тут же окружили повариху плотным хуйцом. Вожатой пришлось вмешаться и разогнать всех обратно за столики. Блин, выпечка, что-то хочу. Понимаете, когда дома нет вкусностей, очень тяжело. Я не хочу выходить сегодня из дома. Хотя, наверное, надо купить наполнитель для коти и сок. Потому что сока нету. А Миша профинансировал. Так что, черт, надо сок добыть. Через несколько наносекунд по булочке принесли нам. Саюри тут же вгрызлась в свою, как дикий зверь. А феню вкусно. Да, но мало. Вот бы с собой булочки, булочек набрать. Устроили бы чай пить и умейку. Занимались сексом, ой, песенкой. Столько нам не дадут. Вот если бы ты на суки напекла. Ты печешь булочки? Вообще-то я пеку кексы, очень вкусные. Она же на суки булочница. Это отсылка на одного из моих комментаторов. Ставь сердце, если увидишь на суки булочницу. Вернее, лайк. Сердце не надо. Блин, я не пойму, а чё он такой... Не знаю, в игре он красный, а тут он как бы не совсем такой. Слушай, о! У меня там контент потик. Нихрена. Вот это неожиданно, когда потик контент. И сколько времени занимает готовка. Кукиш. По-разному. Можно за два часа оправиться, если постарать орла. Блин, это как печень готовить. Я просто печень люблю в яично-муковой панировке делать. И получается очень вкусно, но времени занимает два часа. При этом съедается всё быстро, я какие-то. Хочешь, давай подойдём к вожатой. Может быть, тебе дадут место на кихне до обеда. Всё равно на улице делать нифига нечего. Пошли. Если разрешат, то это будет здорово. Я нашёл глазами Ольгу, и мы подошли к ней. Ольга Дмитриевна, Нацуки спрашивать нельзя ли ей остаться здесь после завтрака и напечь кикисов? Девочки хотят чаепитие в клубе устроить. А чем вам обед не угодил? У них традиция такая. Нам же нужно, чтобы они почувствовали себя как дома. Ох, Семён, ладно, сейчас спрошу. Вожата отправилась на кихню. Нацуки пихнула меня в бок. Пойдём к Лене. Лена действительно уже отнесла посуду и топала к выходу. Лена, ха, икста. Ой, привет. Ты же не знакомилась ещё с девульками. Я с вами всеми ещё не познакомилась. Действительно. Исправим это. Меня зовут Сёмыч Хуёмыч. Это Нацука Сука. Ха-ай. Вернее, она сказала привет. Привет, я Лена. Японки уже увидели, что мы общаемся с Леной и подошли к нам. А я заметил вожатого, который вышел из кухни. Ну, вообще, правильно было бы сказать. Японки окружили Лену. Соорудились аккурат в её честь и стали орать хавы на гилла. Семён, скажи Нацуке, что она может испечь свои булочки. Повара не против. Только кто с ней будет, если ей понадобится помощь? Останешься тогда с ней как переводчик. Постой, мы даже в этой игре будем с Нацуке? Можно уже с другой девочкой? Я заебался в каждом моде. Мне ещё рассказали, что в моде Summer Hope нельзя выбрать другую девку. То есть, что бы ты ни делал, ты всё равно с Нацуке будешь. Я думал, что можно с другой девочкой замутить. То есть, я думал, что это как выбор у тебя. Что, может, там с Нацуке, может, не с Нацуке. В общем, вы поняли. То есть, я думал, это так работает. А оказывается, Summer Hope, типа, линейный мод. Поправьте, если я не прав. Но мне так сказали несколько человек. Я верю орлам. Я пытаюсь верить. Я вообще очень недоверчивый человек в последнее время. Но я пытаюсь верить вам, орлы. Потому что я люблю вас. Очень люблю. Я люблю своих орлов. Ставь лайк, если любишь орлов. Так. Ой, а смотри. А там... А почему картинка почти чёрно-белая? Она в реале такая? Это у меня телевизор сломался. Там матрица выгорела. Эм. Так, что М? Вот и славно. Не разнесите тут кухню. Да не разнесём. Нацуке про пекарь. У неё 10-й левел. Вожата направилась к виходу. А я повернулся к японкам. Лена уже куда-то смылась. Девчонки, тут такое дело. Ольга припахала меня помогать нацистской суке. Типа, если мы хотим. Лучше кто? Мы должны работать. Арбайтмахтфрай и все дела. Да, ты мне только мешать будешь. Ребят, не теряйте времени. Раз уж вам готовить кексики, сделайте их побольше. Тогда до скорого нацуке идём. Ох ты, смотри, кихня. Мы пошли на кухню. Там вовсю суетилась повариха. А, булочки готовить пришли. Наши не понравились? Почему очень понравились? Только аппетит разогрели. Ещё хотим. Ну, пеките, что ж, раз уж умеете. Я поставила там муку и изюм. Ну, в общем, разберётесь. Изюм. Нацуки оглядел ингредиенты и скребилось. Это чё? Что тебя не устраивает? Капец, из чего мне готовить? Я думал, ты знаешь, ты же у нас пекарь. Просто, чёрт, ладно, ничего не говори. Нацуки взяла миску и выложила в неё сливочное масло. Тебе помочь? Нет, да, нет. Чёрт! Что? Дай мне сахар. И не беси меня. Хорошо, хорошо. Нацуки какся в своём репертуаре. Нет, постой, она даже больше ненавидит меня, чем главного героя Доки. Я отсыпал на глаз сахар. Нацуки вбила в миску яйца. И теперь растирала вилкой масло себе по сиськам. Давай сюда, нужен ванилин теперь. Я протянул ей пакетик ванили, она тут же высыпала её в миску и принялась яростно взбивать эту смесь. Я задержал взгляд на её сосредоточенном ипале. И мне вдруг стало весело. Какая она, однако, упрямая. Помогай, чё ты вылупился? Чем помочь? Нацуки протянул мне венчик. Нацуки, взбивай, у меня рука устала. У вас тут даже миксера нет. Советский Союз, тут много чего нету. Я взял у Нацуки миску и стал взбивать тесто. Взбивай аккуратнее, а то сейчас всё на полу будет. Так, теперь давай туда изюм и муку. Без тебя знаю и вообще. Дай сюда, ты хреново делаешь, комочки будут. Нацуки забрала у меня миску и венчик и приняла взбивать тесто. Получалось, что у неё гораздо лучше, потому что... Нацуки хоть и лоль, но руки у неё, как у бувсуки. Кто помнит на бувсуки, ставит лайк. Отсылка. Ууу. Я взял другую сиску. Насыпал туда муки, изюма и разрыхлителя. Ну, Наджа, от тебя бывает польза? Такое иногда случается. Я отдал девочке вторую сиску, и она присыпала её содержимое в первую. Чё ты так долго копаешься? Я хотел было ответить, но вдруг заметил её лицо и рассмеялся. У неё на лице усы Гитлера. Ты охренел? Наджа, ты Гитлер. Наджа, обиженно поджала губки и принялась осматривать себя. Я пытался что-то сказать, но не мог остановить приступ хохота. Девочка обиженно отвернулась. Смеясь я достал из кармана чистый платок и протянул его ей. У тебя на лице сосао. По-твоему, это смешно? Он, суки, принялась оттирать свою ипалу, но я старался больше не ржать. Всё. Я покачал головой, забрал у неё платок и стёр свою лицо остатки сосао-порошка. Спасибо. Это прозвучало довольно тихо. Мне показалось, что ли? Я облокотился на стол и стал внимательно наблюдать, как девочка мучается, пытаясь перемешать густую вязкую массу. Оу. Не стой просто так. Найди мне формочки для кикисов. Я на стой дом отлепился от стола и подошёл к поварихе, мывшей посуду. Подскажите, пожалуйста, а где лежат формочки? Вон там, в шкафчике. Спасибо. Открыв дверцу шкафчика, я осмотрел его полки. Всё не то, слева. Накрой вторую. Тоже пусто. Третья, нет. Четвёртая. Чёрт. Где чёртовы формочки? Наконец, я нашёл ещё одну дверцу. Открыв которую, я сразу же наткнулся на портал в Нардию. Алюминиевые формочки валялись в беспорядке, видимо. Кельсы тут пекут нечасто. Хорошо, что они вообще здесь были. Собрахов в кучу, а я вернулся к столу. Насколько уже кончило. На тесто недовольно смотрел на меня. Не, ну чё ты опять так долго? Да тут хрен, что найдёшь. Ну ладно, пойду пока духовку разогрею. Может лучше я? Я сама. Сама так сама. Я воружился ложкой и стал раскладывать тесто по формам. Что могло пойти не так, как говорится. Как она включается? Лол. Я не маленькая. Кто-то сказал, что ты маленькая. Просто это советская печка. Я взял спички, открыл дверцу духовки, своего дураку достал оттуда противень и отдал его девочке. Пока я разжигал пламя своей любви, Нацуки уже разложил все оставшиеся тесто по формочкам. Мы расставили их на понос и вместе запихнули его в уже нагревшуюся духовку. Засекай час. Так, на часах 10 утра. В 11 вынимаем. Если приготовиться, проверим пизже. Мы вернулись в столовую и сели за один из столиков. Танцы в моей столовой. Как ты здесь вообще? В лагере? Да? Ну прикольно, но дома лучше. Я уже и не помню, как дома. На лице Нацуки появилось сочувствие. Ребята, а вы бы хотели, чтобы я озвучил Нацуки как Ульянку? Давайте сейчас сделаю демо-версию. Скучаешь по дому? Сам не знаю. С одной стороны, типа да. А с другой? А с другой я не очень хорошо себе представляю, что буду делать, если вернусь. Может, это будет моя официальная озвучка любой лольки? То есть, Ульянка-версион. Ну, у тебя же есть родители, друзья. Двушка. Двушка. Нет? Родители давно сами по себе, друзья. Ну, когда-то были, а потом они кинули меня, сами стали стримерами. И, в принципе, уже не до меня. Адвушка. Серьезно? У тебя двушки нет? Совсем не щеброд? Нацуки. Я в последнее время был х-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Затворником. Одиночкой. Хиккой. Маленькой девочкой. Лолькой. Одиноким волком. Бирюком. Но почему? Ставь лайк, если ты хикан. Я хикан, если что. Я прячусь под столом и ору оттуда. Наверное, я просто никогда не находил до того уровня отношений. Ко все остается слишком серьезно. И ты делаешь кикис. Сам виноват. Что уж. Может, тебе просто не везло? Я никогда не думал о везении или невезении. Так сложилось, и всё. И мне пиху, мне тупо пиху, и насрать. Нацуки задумчиво ковыряла в своём носу. И что, прям вот совсем не хочется вернуться и начать всё заново? Если бы я не хотел вернуться, я бы не пытался отсюда вырваться. Мне кажется, я думал, Семён сдался. Типа, он не хочет уже вернуться, он привык. А здесь тебе что, не нравится? Так я же говорил, ладно бы, если бы здесь я остался и жил. А то ведь каждую неделю всё сначала. Ты думал насчёт того, почему так происходит? Я думаю об этом постоянно. Видимо, всё-таки мне не везёт. А вы сами думали, за что вас сюда забросило? Мы говорим об этом каждый вечер. Пришли к какому-нибудь выводу? Нет. Нацуки перехватила мой взгляд и стушевалась. Окей, возможно, но это личное. Понял, не лезу. Некоторое время мы молчали, думая каждый о своём. А Нацуки чё-то куксит лицо. Посмотрим, как там кексики? Мы сходили на кихню. Нацуки потыкала ножиком в кексы, проверяя готовность. А тут нечего делать. Мы помогли поварихе рассортировать вымытую посуду. Закончив, мы вынули готовые кексы из духовки. Формочки оставьте, я сама помою. Спасибо вам за помощь. И вам спасибо большое. Нам вручили довольно большой бумажный пакет. В него мы сложили выпечку. Бумажный? А, ну да, для выпечки бумажный пакет это хорошо. Когда мы вышли с кихни, столовая уже была забита. Это чё, уже обед? Другие японки тоже успели прийти пораньше и занять нам столик. Ну как, получилось? Всё отлично! Ура! Как там погода? Смотрю, дождя тут уже нет. Закончился, да, уже и солнышко выглянуло. Солнечный совьё улёк. Саюри, сильно тебя там вёл, а припахала? Не, просто куда-то свалила. Сказала, что я оказала первую помощь, если потребуется. Но никто так и не пришёл. Сказала, вы друг друга поняли? Её знание языка на это хватило. Наверное, теперь весь лагерь считает меня перебежчиком. Прошло всё пару дней, а меня без компании на станок почти никто и не видел. С другой стороны, это же местные меня не знают. А вот меня от них уже воротят. Я снова не вижу Мику. Давайте её навестим, вдруг помочь им сможем. Постой, а может Мику там умирает? Может стоит спросить Ленку? Сейчас вернусь, они же типа вместе живут. Я нашёл глазами столик, за которым сидела Лена и подошёл к ней. Чё ты опять, блин, чё она угрюмая всё время? Чё ей надо? У неё не до траха или чё? Привет ещё раз, ты сейчас не из домика случайно? Оттуда, а что? Как себя чувствует Мику? Можно её навестить, как думаешь? Семён, её там нет, она с утра ещё убежала в клуб свой. О, как, ладно, спасибо тебе. Да нет, что? Чё она такая недовольная, я не понимаю. Ну, может, потому что я типа с ней не знаком, но всё равно это не повод так хмуриться. Я вернулся за наш столик и рассказал, что удалось узнать. Тогда пойдём к ней в клуб. Что у неё о таком могло случиться, что пропустила и завтрак, и обед? Раз мигу в клубе, то вряд ли что-то очень серьёзное. Скоро узнаем. А там есть чайник? В клубе? Откуда там взяться чайнику? А как же мы чай заварим? Так отсюда и возьмём. Нет, я хотела сама заварить, это же не такой чай. Стоп, я не понял, у тебя свой, что ли? Юри кивнула. Это откуда? Из рюкзака. А, они у вас были? В автобусе лежали. Ты уже ушёл? Пришла Ольга. Напомнила, что мы не забрали свои вещи. Допустим. А что за чай? Молочный улунженьшеньям. То есть ты всегда носишь чай с собой? В нашем литературном клубе я часто его завариваю. Слушай, а я не знал, что она прям с собой носит. Просто никогда не видел, чтобы у девочек были рюкзаки. Ну, в этой игре. Я не про жизнь. Жизнь это, наверное, бывает. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Я проглотил последнюю ложку пюре, а он сгрёб посуды и направился к раздаче. О, Славя, хай! Здравствуй, Семён. Скажи, пожалуйста, а можно мне как-то взять дополнительную порцию пищи? Мигу пропустим их, завтрак и обед. Мы хотим навестить её и подкормить. Ты же помощница вожатая, тебя точно не откажут. Хм, хорошо, я сейчас спрашиваю, на танцы придёшь вечером? На танцы в моей кровати? Приду. Ой, точно, я и забыл про них совсем. Наверное, да, Славь. Возьми ещё термос с кипятком. Я постарался сделать выражение лица, как у Катайшрека. Получилось? По-моему, нет. Зачем? Мы, наверное, до ужина будем песней заниматься. А у Юрия в портфеле залежались какие-то остатки её любимого чая. Смотрю, ты нашёл себе компанию, чем-то занят постоянно. Эм, что же ей ответить? Или в любом случае нужен переводчик? Ты в каком-то специальной школе учил английский? Ага, на английских серверах Astrum Невал. Эм, здорово, наверное. Не то слово. Так что попросишь термос? Сейчас. Мне кажется, я нихрена не поняла, но её это устроило. Славь улыбнулась и пошла на кихню. Очень странная смена. Все шаблоны к черчям порвались. Кажется, единственный человек, кто не поменялся, это Лена. Забавно будет, если я в ней что-то не заметил. Держи, вот, это для Мику и термос твой. Его, кстати, просили вечером вернуть. Да и все непременно, спасибо тебе огромное. Что бы я без тебя делал? Пока что ты очень даже хорошо справляешься. Увидимся. Блин, мне что, типа стыдно? Перед Славей? Вот фигня. Я вернулся за столик японком, положил добытое на стол. Это вот для Мику, а это кипяток. Отлично. Значит, идем в музыкальный клуб? Ну, типа да, нет, не понял. А, идем. Подходя к клубу, мы уже с улицы услышали звуки музыки. Моника приожила палец губам и тихонько открывла дверь. За реалем сидела Мику и самобзабвенно лупила по клавишам. Закусив губу, не открывая глаз. Со стороны это выглядело так великолепно, что японки застыли в потрясении. Да и я вместе с ними. Мелодия оказалась смутно знакомой, но я точно не слышал ее в исполнении Мику. Моника тоже, прикрыв глаза, слушала игру и с каждой нотой ее лицо приобретало все более безмятежное выражение. А там, блин, что этот чувак там делает до сих пор? Я что, этот мод миллион лет прохожу? Сайори в изумлении даже забыла закрыть рот. Сайори? У Сайори рот закрыт, это у Нацуки открыт. Автор, ты что-то перепутал. Казалось, что все тревоги японок улетучились вместе с каждой нажатой клавишей. Наконец Мику кончила играть, но только несколько секунд спустя она убрала руки с инструмента и открыла глаза. Бьютифул. Ой, а вы давно здесь? Юрий, открою рот, пытаюсь что-то сказать, но в итоге подняла руки и робко зааплодировала. Найс! Моника последовала ее примеру, а спустя мгновение мы все дружно хлопали. Вам правда понравилось? Знаешь, Мику, я не поклонник форта и не подклонник пьяных и музыки в принципе, но сейчас даже ты смогла удивить моего орла. Кто это написал, Мику? Ребят, только не смейтесь, ладно, мне эта композиция сегодня приснилась. Я соврала Ольге, что у меня болит голова, а сам все утро пыталась подобрать музыку. Да поэтому на завтра к обед не пришла. Если бы я не сделал это сразу, то я бы все забыла. Подробности снова очень часто выветриваются из памяти. Ты, наверное, голодная? Да, есть хочу как зверь. Как японский дракон с острова Комодов. Мы взяли тебе жрать, а Нацуки испекла киксиков. Ого, Нацуки, сама? Я тоже кое-что умею. Ох, ребят, как же я рада вас всех видеть. Мику вытащил откуда небольшой плед и расстелил его пиполу. В центре поставил тормоз и пакет с выпучкой, а сами мы сели по кругу. Моника, спой нам свою песенку, хоть поймем на какую музыку слова подбирать. Нет, спеть пока не готова. До сих пор не добилась особых успехов, но сыграть уже могу. Моника подошла к инструменту, сел на табуретку и положил руки на клавишу. Кстати, как вам Мо тут? Вроде бы, ну, неинтересно, мне нравится. Такой необычный. Правда, я ожидал, что у нас будет больше развития отношений с девочками, но что-то вот я даже не знаю. Волнительно, знаете? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Кажется, я тут единственный, кто так ничему не научился, засыл свою ебаную жизнь. Вряд ли мой топовый перс. Когда-то в популярной онлайн-игре можно считать как достижение. Пойдут, пройдут годы, эти девочки будут постигать все новые и новые вещи. Возможно, кто-то из них станет известной исполнительницей или даже певицей. А мне... Вместе вернусь, разве что на кассе, в общепите стоять, в Макдаке. Все, за что бы я ни брался, забрасываюсь при малейшей неудаче. Серая мышь, утонувшая в огромном океане. Моника кончила играть. Постой, она не кончила, там еще шло. Моника встала с табуретки и мы вместе с ней похлопали. Очень здорово! Ну, что вы, нет, тут еще много над чем надо работать. Да нет, уже все отработано. В следующие несколько часов мы сидели, пили чай и очень резко сменилось освещение. Пытаясь правильно срифмовать славу, мы несколько раз чуть не переругались. Но в конечном итоге решили рифмовку отложить на потом. Солнышко снова вскрыло за тучами и по крыше застучали капли. Так, видимо, танцев в моей кровати не будет. Похоже, танцев все-таки не будет. Вы же знаете, кибернетики рассказали. Ну и ладно, придумаем, чем еще заняться. Вот и придумали, как говорится. Что могло пойти? Не так, мы по киненой клубу взяли кирс на столовую. Дождь пока не набрал силу. Даже добрались мы почти сухими, как орлы. За столами уже почти не осталось свободных миста. Нам снова пришлось садиться кто куды. О, опять гречка, сука. Хоть бы кетчупом полили для разнообразия. Не обращая никакого внимания, явно выковырялся в носу. На хер это дерьмо. В конце концов, я недавно хавал вкусные киксики. Блин, дождь. Почему-то тут работает. Ну, картинка. Так толком не поев, я вышел на крыльцо почесать свое яйцо. Засунул руку в штаны. Нет яйца, лишь мое.